Здравствуйте, наши дорогие зрители, подписчики, абитуриенты и их родители. Это прямой эфир по вопросам приемной кампании Казанского федерального университета. Обязательно делитесь ссылкой со своими друзьями, коллегами, одноклассниками. Перед эфиром мы собрали ваши вопросы в нашей группе ВКонтакте, а также от наших коллег-журналистов. Постараемся на большинство из них сегодня ответить. Ну а делать это будет ответственный секретарь приемной комиссии Александр Анатольевич Бибик. Здравствуйте. Добрый день. Накануне стартовала приемная кампания во всех российских университетах. И сейчас давайте для начала посмотрим, как встречают абитуриентов в Казанском федеральном университете. Пожалуйста, сюжет наших коллег из Универ ТВ. 20 июня по всей стране стартовала приемная кампания 2022. Для абитуриентов этот день является волнительным. Те, кто уже сдали все экзамены, стремятся как можно раньше отдать документы в УЗ своей мечты. Казанский федеральный университет уже открыл двери второго здания для поступающих. Сегодня уже с утра приходят ребята, подают свои документы. Все институты сегодня начали свою работу. Работа сегодня первый день, идет в тестовом режиме. Мы проверяем стопроцентную подготовку к дальнейшему нашему эффективному плодотворному труду. Очная подача документов проходит по простой схеме. Приемная комиссия вместе с абитуриентом сверяет все нужные документы, среди которых паспорт, аттестат, а также анкета. Именно с анкетой у поступающих могут возникнуть некоторые проблемы. Документы подаются обязательно все равно в электронном виде. То есть либо приходит абитуриент уже заполненный анкетой, либо если он не может, мы ему оказываем помощь в компьютерный зал, либо если что-то можем решить на месте, то решаем все это на месте. Также приемная комиссия отмечает, что подача документов не зависит от того, опубликованы уже результаты единого государственного экзамена или нет. Документы можно подавать уже с сегодняшнего дня. Результаты ЕГЭ мы получим в федеральную базу данных из ЕГЭ, и поэтому это никак не влияет на исход подачи документов. Свою приемную компанию открыл и Елабужский институт Казанского федерального университета. Ответственный секретарь приемной комиссии Александр Бибик специально в день начала приема документов приехал в Елабугу, чтобы удостовериться в том, что все системы по дистанционному приему документов налажены и работают в штатном режиме. Особенностью, наверное, приемной кампании этого года является то, что приемная кампания продолжает свою цифровизацию. Мы ориентируем подавать документы через портал ВУЗа. В первый день Елабужский институт принял несколько десятков абитуриентов, которые решили посетить ВУЗ лично. Напоминаем, что прием документов от поступающих по результатам внутренних вступительных испытаний в Казанском федеральном университете завершается 15 июля. В остальных случаях документы можно подать до 25 июля. Наталья Жирнова, Фарид Захитоглы, Денис Сипайлов, Универньюз. Наталья Александровна Анатольевич, вы только что были в Елабуге, у нас на экранах, а уже здесь перед нами. И зададим вам, наверное, первый такой вводный вопрос, тот же, что звучало в сюжете, главные особенности приемной кампании этого года. Ну и важнейший вопрос, сколько бюджетных мест в этом году, их больше или меньше по сравнению с прошлым годом? Ну, наверное, про особенности не стоит говорить, что они особенности, потому что приемная кампания для абитуриентов этого года, она является приемной кампанией абитуриентов этого года. И кто знаком с приемными кампаниями прошлых лет, да, некие особенности есть. Относительно прошлого года, для того, чтобы быть зачисленным в Казанский федеральный университет на бюджетные направления, по очно-заочной и заочной форме обучения, требуется подать не только согласие о зачислении, но и оригинал документа об образовании в УЗ. Нужно бы представить до окончания срока подачи данного вида документа. А в какие сроки, еще раз, нужно подать документы, и в каких случаях документы могут не принять? Документы подаются основной волной зачисления, очной и очень заочной формы обучения, до 25 июля, как было сказано в репортаже до этого. Для тех, кто планирует сдавать внутренние вступительные испытания, либо творческие вступительные испытания, которые требуются для поступления на направление дизайна, журналистики, испытания, где требуется сдавать татарский язык, нужно подать документы до 15 июля. А вот как раз-таки по вступительным испытаниям вопрос нам поступил от нашего подписчика. Есть ли подготовительные курсы к вступительным экзаменам? Как записаться или, может быть, получить о них информацию? Как таковых подготовительных курсов для внутренних вступительных испытаний, наверное, нет. Есть размещенные программы вступительных испытаний на сайте приемной комиссии, где каждый абитуриент сможет ознакомиться с критериями и нормами оценки, которые будут предъявлены к абитуриенту в поступлении. Поэтому такое, наверное, небольшое домашнее задание. Забегая вперед, скажу то, что абитуриентам, поступающим в этом году, нужно ознакомиться с ресурсом Казанского федерального университета и с разделом в части поступления. Потратить немного времени, прочитать правила приема, немножко пощелкать по разделам, которые смежны с этим. На первый взгляд, сайт, наверное, покажется сложным. Тем, кто смотрит на него в первый раз. Покажется, наверное, громоздким. Но на самом деле стоит разобраться и уделить этому всего лишь час, как все сразу станет понятно и просто. И каждый абитуриент сможет легко лавировать в этом океане и потоки информации, и спокойно подать документы без чли либо помощи, вот как раз, как мы ориентируем, через цифровые ресурсы нашего университета. Ну вот, кстати, о сайте, да, и о его сложностях. Приемная кампания в России знаменовалась большой атакой на сайты университетов российских. Но при этом сайт Казанского федерального университета продолжает работать. Да, могут быть некоторые перебои, над ними сейчас работают наши специалисты. Но, тем не менее, сайт остается в рабочем режиме. И также вы можете прямо сейчас, во время нашего прямого эфира, например, пройти на него и ознакомиться с ним. А если появятся вопросы, то задавать уже нашей группе ВКонтакте. Напоминаю, что мы собрали несколько десятков вопросов от наших подписчиков. И следующий подобный вопрос. Что делать, если на момент подачи документов абитурент еще не получил документы об образовании? И есть ли возможность с помощью сервиса «Поступаем онлайн» не привозить оригинал аттестата до 3 августа, прикрепить его только онлайн? Ну, здесь вопросов несколько. Давайте разбирать немножко по порядку, что касается сервиса «Поступаем онлайн». Как вы уже правильно озвучили, это один из треков поступления для абитурентов этого года. Он, наверное, является одним из самых приоритетных. Этот сервис «Поступаем онлайн» проходит пока еще пилотную стадию. В этом году он тоже проходит как пилотный проект, пока еще не выпущен в полный продакшн. Но, тем не менее, этот пилотный проект длится уже на протяжении трех лет. И как раз вот эта третья итерация. И я считаю, что это один из наиболее удобных способов подачи документов в вузы страны, не только в Казанский федеральный университет. Ведь там автоматически проверяется достоверность документа образования, там автоматически проверяется достоверность документа, удостоверяющей личность, там автоматически добавлены реквизиты документа с НИЛС. И все, что нужно сделать абитуриенту, это только выбрать вуз, выбрать направление, прикрепить файлы, подтверждающие какое-либо индивидуальное достижение, если такого имеется, либо договор о целевом обучении, если он у абитуриента есть. И вуз получит заявление от абитуриента, и в штатном режиме заявка будет рассмотрена в кратчайшие сроки, и также будет отклик обратное взаимодействие через портал госслуг. То есть на самом деле у абитуриента этого года гораздо больше вариантов и гораздо больше окон по взаимодействию с вузом. То есть цифровизация стирает границы. Не обязательно очно приходить в приемное пространство. Что касается документа об образовании. В целом документ об образовании должен быть представлен в вуз, для того, чтобы быть зачисленным на бюджетное направление. Те, кто подает документы через портал госуслуг, у них есть отметка о предоставлении документа в вуз. И физически изменить свою отметку о том, что документ предоставлен другой вуз, на портале будет невозможно. Соответственно, и вуз, в свою очередь, отгружает информацию в федеральные системы о том, что абитуриент пришел очно, подал документ об образовании здесь, и соответствующая отметка будет уравнена, и информация будет приведена в соответствие. Поэтому двойных зачислений, либо какой-то путаницы при зачислениях, мы стараемся это и будем стараться это исключить. То есть полная настройка взаимодействия, межсистемное взаимодействие исключает вот эти какие-то тонкие моменты, которые были допущены в прошлом году. В прошлом году для зачисления достаточно было подать согласие о зачислении, причем не очно, а достаточно было загрузить образ в систему, и абитуриенты где-то пользовались временным промежутком, где-то пользовались несовершенством систем других вузов. Но в целом хочу отметить, что в прошлом году Казанский федеральный университет зачислил абитуриентов в одну волну, не уходя в дополнительный набор, и каких-то замечаний со стороны надзорных органов, со стороны учредителя не получил. То есть приемная кампания была проведена в штатном блестящем режиме. Вот еще раз уточню на всякий случай, потому что вопросы от вас, наши подписчики, поступают. Оригинал аттестата нужно привести до 3 августа. Если абитуриент планирует поступать в рамках приоритетного конкурса, это так называемая нулевая волна, это в рамках квот, льгот, либо без вступительных испытаний, то оригинал документа нужно предоставить до 28 июля. И приказ о зачислении как раз будет выпущен раньше, чем общий основной приказ. Что касается общего конкурса, это верно. До 3 августа нужно предоставить оригинал документа образования и согласие о зачислении на направление в ВУЗ. И 9 августа уже ждать попадения в приказ о зачислении. То есть те, кто, например, решат попытать удачу и не принести до 3 августа и понадеются на вторую волну, например, могут просто не поступить? Ну, как таковой второй волны не существует. То есть вторая волна вот уже третий год не существует. Поэтому зачисление производится только в одну волну. А во сколько институтов КФУ и на сколько направлений максимум абитуриента может подать заявление? В целом у абитуриентов, входящих в приемную кампанию 2002 года, есть следующее ограничение. Это 5 ВУЗов и это 5 направлений в рамках каждого ВУЗа. В некоторых ВУЗах количество направлений ограничивается 10. Но это обусловлено тем, что некоторые ВУЗы идут через многопрофильный набор, то есть многопрофильный конкурс по укрупненной группе. В Казанском федеральном университете такая конкурсная группа одна. Она присутствует в Елабужском институте. Она совмещает 2 направления в рамках педагогического образования. Это просто педагогическое образование и педагогическое образование с двумя профилями. Это такой так называемый бассейн, куда абитуриенты будут зачислены и распределены уже в процессе обучения по профилям. Что касается направлений, как я уже сказал, в рамках Казанского федерального университета можно выбрать 5 разных направлений. Направлениями считаются не профили, направлениями считаются именно названия специальности. Так как практически в каждом институте присутствует направление педагогического образования, мы с коллегами даже в шутку посчитали, сколько же всего заявлений возможно подать в Казанский федеральный университет. Это 125. То есть 125 заявлений абитуриент может подать в КФУ, при этом не нарушив ограничений при выборе 5 направлений. Ну, конечно, так мы не советуем делать. Нет, конечно, не советуем. Конечно, мы советуем абитуриентам определиться, выбрать именно тот путь, которому они хотят следовать, и в дальнейшем профессионально развиваться для того, чтобы быть эффективным в своей творческой и профессиональной деятельности. К нам вот также поступали вопросы от родителей наших абитуриентов. И вопрос следующий. Может ли родитель подать документы для поступления в ВУЗ, согласие на зачисление, заключение договора, если абитуриенту нет 18 лет? Нужна ли, может быть, ему доверенность или от него? Ну, я скажу следующее. Все взаимодействие у нас происходит с самим абитуриентом. Несовершеннолетний абитуриент оперирует своим личным кабинетом, либо анкетой, либо очной подачей сам. Если абитуриент является несовершеннолетним, то для него лишь требуется согласие родителя на обработку персональных данных. Но это не согласие на подачу заявлений в то или иное направление. То есть родитель никак не может ограничить своего ребенка в выборе направлений, в выборе специальностей, в выборе условий поступления. Поэтому все взаимодействие происходит с самим абитуриентом. Ну и, конечно, в рамках закона Российской Федерации, если существует доверенность от ребенка родителю, то, соответственно, не обязательно к родителю. Это может быть доверенность к доверенному лицу. То в таком случае документы может подать доверенное лицо. Но повторю еще раз то, что личный кабинет у нас абитуриента. Направление абитуриента, заявление от абитуриента. Что касается заключения договора. Здесь мы понимаем то, что многим удобно заключать договор уже с родителем, потому что есть налоговые вычеты, и в целом экономически это выгоднее. Здесь договор, именно договорные отношения, они никоим образом не влияют на этапы и на механизмы подачи. Это прямые отношения, как бы рыночные, как заказчика. Абитуриент выступает как предмет договора, ну и дальше вуз как исполнитель. Ну, далеко не уходя от этой темы, какие сроки оплаты, если абитуриент решил поступать на контракт на внебюджетные места? Ну, сроки оплаты мы не ограничиваем в сроках по оплате. Как только абитуриент подает согласие на зачисление на внебюджетное направление, у него есть возможность в личном кабинете сформировать договор о внебюджетном обучении на основе контракта. Оплатив договор и пройдя минимальные пороговые значения и конкурс по направлению, издается приказ о зачислении. Даты приказов о зачислении, они несколько позже, чем на внебюджетном направлении, несколько позже, чем приказ о зачислении на бюджет. То есть в любом случае в рамках общего конкурса по очным направлениям сначала мы издаем приказ бюджетной формы. Еще один частый вопрос, который также в ходе нашего эфира сейчас поступил. Необходима ли медицинская комиссия при поступлении, где ее проходить, как проходить? Есть ряд специальностей, где медицинская комиссия требуется, и об этом абитуриент узнает на этапе подачи документов. То есть в личном кабинете будет присутствовать информация, согласно какому закону, согласно какой группе специальности и направлении требуется проходить эту медкомиссию. То есть это все в рамках кабинета. Наверное, сейчас углубляться не будем, потому что это случаи несколько частные. Вот еще один вопрос, увеличит ли бюджетные места в магистратуре на следующий учебный год. Но, по-моему, новость об этом уже была на нашем медиапарте АлиКФУ. Вы обязательно можете ознакомиться, прочитать и подробно узнать, сколько же все-таки бюджетных мест в магистратуре. Вы, может быть, напомните? Да, я как раз пропустил ваш вопрос, который был задан самым первым. Это о количестве мест в целом к поступлению. Как вы правильно сказали, что недавно мы получили дополнительные места. Сначала по крупненным группам, и сейчас эти места распределяются по институтам и по направлениям. В ближайшее время план приема будет обновлен, и абитуриенты смогут увидеть, какие же направления получили дополнительные места. На сегодняшний день Казанский федеральный университет готов, вернее, не готов, а зачислит на первый курс по бюджетным направлениям более 7300 абитуриентов. Это касается направлений бакалавриата, специалитета магистратуры, очной, очень заочной и заочной формы обучения в рамках бюджета Российской Федерации. Также существует план приема на внебюджетные места, он практически равен плану приема зачисления на бюджет. И в целом по программам бакалавриата, специалитета магистратуры на первый курс Казанский федеральный университет планирует зачислить более 14 тысяч абитуриентов. Если же мы возьмем все программы обучения, а это среднепрофессиональное образование, у нас есть свои колледжи, это на базе Елабужского института, на базе института в Набежных Челнах. Это касается направления ординатуры, направления аспирантуры. То в целом мы, наверное, с вами приблизимся к цифре 15 тысяч зачисленных на первый курс. Это такая уже даже не маленькая, это уже большая армия. Армия студентов, первокурсников. Которых мы, конечно же, ждем здесь, в Казанском федеральном университете. Вот сейчас такой острый немного вопрос поступил в комментариях. Получается, цитирую. Здравствуйте. Сейчас получается, что кто ближе живет, у того и больше шансов поступить, выпросительный знак, привести оригинал документ. Нет. Если вы выберете трек поступления через портал госуслуг, то вы ничем абсолютно не ограничены. Абсолютно ничем ограничены. У абитуриентов даже сейчас есть время для того, чтобы завести свой личный кабинет на портале госуслуг, пройти первичную верификацию и взаимодействовать с ВУЗом в таком формате. Спасибо. Следующий вопрос. Если пакет документов принести лично, сможем ли мы отслеживать списки в онлайн-формате через личный кабинет? Ну, конечно. Даже если пакет документов принести не лично, то в любом случае у абитуриента есть возможность отслеживать себя и свою рейтинговую позицию в тех направлениях, куда эти документы были поданы. В этом году у нас произошло значительное изменение личного кабинета абитуриента. Мы сделали большой шаг в сторону абитуриента и в сторону упрощения подачи документов, потому что мы понимаем, что эта пора и так непроста для выпускников, которые проходят ЕГЭ, у которых были заключительные экзамены в школе, у которых в голове еще терзания и сомнения, в какое же направление пойти и какой же вуз выбрать. И мы постарались сделать простой и удобный для работы, для работы с заявлениями, для работы с поступлением сайт, портал. Я буду студентом и личный кабинет абитуриента. И в рамках этого личного кабинета все предельно просто расписано по шагам. И после подачи документов и подписания этих документов у вас будет возможность отслеживать свою рейтинговую позицию как в рамках и всего направления, так и в рамках именно своего личного кабинета, где показано, какую рейтинговую позицию вы занимаете именно сейчас, и сколько перед вами, сколько попадаете ли вы в ту черту по количеству мест. Мы всю информацию эту транслируем и ни в коем случае не скрываем, то есть делаем все открыто и довольно-таки понятно. Можно следить в онлайн даже во сне, получается. Да, можно следить практически. Имея телефон, можно в любой момент зайти в свой личный кабинет и отследить изменения своей позиции. Мы сначала думали об оповещении, о изменении рейтинговой позиции, но потом мы пришли к мнению, что телефон будет получать слишком много сообщений об изменении позиции, поэтому оставили это именно на стороне абитуриента, то есть как бы в зоне его ответственности. Еще два вопроса, которые нам поступили, близки по тематике. Первая часть. Бюджет и вне бюджет считаются как две попытки подачи документов в один вуз. И сразу следующая часть похожего вопроса. Если подал заявление на платное обучение, а по баллам прошел на бюджет, возможно ли поступить на бюджет? Так, первая часть вопроса. Как мы уже говорили ранее, возможно выбрать пять направлений, и как я уже пошутил, можно подать 125 заявлений в целом. Это как раз та история, когда в рамках одного направления вы выбираете внебюджетное заявление, бюджетное заявление. Если вы еще причастны к льготной группе, то можете еще и выбрать в рамках особой квоты. То есть получается это уже три заявления в рамках одного направления, и оно считается как одно направление. Поэтому ограничений по бюджету и вне бюджету, как бы вот эти попытки, ну, таким интересным словом скажем, не съедаются, если мы говорим с вами о дополнительном заявлении на бюджетные места, то я советую вам сразу подавать заявление на бюджет и на внебюджет, потому что срок окончания подачи документов это 25 июля. Если вдруг случится так, что вы не попали в бюджетный конкурс, то есть не были зачислены на этапе бюджета, то у вас не будет возможности подать заявление на внебюджет, потому что срок подачи заявления будет окончен. Но у вас будет возможность подать согласие на зачисление, то есть изменить. Если вдруг вы не попали в приказ, вы можете изменить свое согласие о зачислении на внебюджетное и, собственно, будете рассматриваться во внебюджетном конкурсе. Поэтому не стоит ограничивать себя в выборе заявлений, но в рамках одного направления. Основная задача – это выбрать направление и профиль. Что касается заявлений, то, что вы подали бюджет, внебюджет, одновременно, никоим образом это вас не обязывает к обучению на внебюджете, и это никоим образом не ограничивает вас к обучению на бюджете. То есть одновременно два заявления существовать могут, и, как могу дать совет, даже это будет лучше, если они так будут существовать. Это дает некий маневр для дальнейших действий. Подстраховаться? Да. Следующий вопрос, все-таки снова связанный с подачей документов через единый портал государственных услуг. Нужно ли сдавать оригинал аттестата, если подал документы через госуслуги? И имеет ли наличие оригинала преимущество перед электронной подачей? Наличие оригинала перед электронной подачей преимущества не имеет. На портале госуслуг есть возможность заявить, что оригиналы документов об образовании поданы в определенный ВУЗ. И эта информация будет распространена абсолютно по всем приемным компаниям, приемным других университетов. И физически сдать свой оригинал в другой ВУЗ вы не сможете. Вас просто не смогут зачистить. То есть, я понимаю, если вопрос с точки зрения схитрить задается, то у вас схитрить не получится. Если вопрос задается с точки зрения логистики, то на портале госуслуг можно сделать отметку о том, что оригинал подан в ВУЗ, и, собственно, оригинал в ВУЗ предоставить уже по итогу зачисления. То есть, два оригинала документа об образовании в стране существовать не могут. Четкий ответ на четкий вопрос. Сейчас хотелось бы передать вопрос от наших коллег-журналистов издания «Вечерняя Казань». Предусмотрены ли какие-то льготы, привилегии при поступлении для олимпиадников? Победители каких олимпиад особенно ценятся? Ну, я здесь думаю, можно выйти на общую тематику по поводу дополнительных баллов. Да. Также при поступлении, как вы правильно отметили, учитываются индивидуальные достижения и льготные условия поступления для победителей и призеров заключительных этапов российской олимпиады школьников и олимпиады школьников, предметная олимпиада. Это министерская олимпиада. Наивысший уровень, конечно, имеет эта олимпиада министерства образования, так называемая Всероссийская олимпиада школьников, предметная олимпиада по русскому языку, по математике, по обществознанию. И вот победители и призеры данной олимпиады, заключительного этапа данной олимпиады, имеют право претендовать на зачисление без вступительных испытаний в те направления, где профиль олимпиады совпадает с профилем основного предмета для зачисления. Если мы возьмем, допустим, юриспруденцию и абитуриент, победитель олимпиады по обществознанию, Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию, то, соответственно, даже не сдавая ЕГЭ, он имеет право быть зачисленным в рамках поступления без вступительных испытаний. Есть другой уровень олимпиад, это так называемая Российская олимпиада школьников, это где-то вузовские олимпиады, включенные в список Министерства образования. На сегодняшний день их около 80 олимпиад в перечне этого года. Олимпиады действуют на протяжении четырех лет. Если вы являетесь победителем заключительного этапа данной олимпиады и сдали ЕГЭ по тому предмету по профильному соответствующему олимпиады на 75 баллов и выше, вы имеете те же самые привилегии по поступлению без вступительных испытаний в рамках того конкурса, где этот предмет является основным. Если же вы являетесь призером Российской олимпиады школьников и сдали ЕГЭ на 75 баллов и выше, и поступаете в направление, где предмет не является профильным, то мы балл приравниваем к 100, к баллу, как будто вы набрали максимальное количество баллов за вступительные испытания. Вот в этом как раз и привилегии олимпиад. Это высший уровень олимпиад. Также еще есть другая возможность получения дополнительных баллов за индивидуальные достижения. Это, безусловно, документы об образовании с отличием, будь то диплом об окончании школы, либо диплом СПО для поступающих на программу бакалавриат специалитета. Это знак ГТО золотой и серебряный. Я сейчас назначу основные моменты. И это также призерство, либо статус призера, либо статус победителя в мероприятиях, которые включены в список Министерства просвещения. Победитель, либо призер того, либо иного конкурса, либо мероприятия, их там достаточно много, пройдены в 2021 году. То есть за 11 класс именно. Олимпиады, которые министерские, они действуют 4 года. Вот для начисления индивидуального достижения за Олимпиады и конкурсы, которые дают 5, либо 3 балла за победительство, либо призерство, это только за 11 класс. Возвращаясь к аттестатам, только что поступил вопрос. Люди говорят, что если, например, подали оригинал в другой университет, а потом затем его нужно сюда привезти, как это происходит и в какие даты? Вот ограничение по времени подачи оригинала одно единственное. Это 3 августа для общего конкурса. До 3 августа вы можете абсолютно безнаказанно перемещать оригинал документа образования между вузами. Вы можете подать его в Казанский федеральный университет. Если вы вдруг передумали, можете забрать его здесь и предоставить другой вуз. Вы можете также до 3 августа вернуть его обратно. То есть никаких ограничений по перемещению и выдаче оригинала документа образования не существует до 3 августа. Как только наступает 3 августа, у нас закрываются предконкурсные списки, и выдача оригинала документа образования невозможна до издания приказа. Следующая тематика. Такой вопрос, какие документы нужны для подачи заявки, заявления на льготное место? Тут понятно, каждый случай индивидуальный, но все-таки где найти информацию? Вся информация также размещена на нашем сайте, и она логично размещена в рамках заполнения анкеты абитуриента и личного кабинета. То есть в один прекрасный момент, заполняя анкету абитуриента, вы дойдете до вкладки «Льготы», «Квоты» и «Индивидуальные достижения». И как раз в рамках раздела «Льгот» можно выбрать именно ту льготу, которую вы хотите заявить, предоставить подтверждающие документы. Каждый вид льготы требует определенный состав документов. Если это касается льготы в рамках Олимпиад, то это требует предоставить скан диплома и заполнения определенных реквизитов самого диплома и наведения соответствия с общеобразовательным предметом. Если это касается льгот по инвалидности, либо по потере попечителей, то есть оставшихся без попечения детей, это тоже разные виды документов. Где-то это заключение суда, где-то это выписка из социальных служб, где-то это справка, то есть все индивидуально. Я напоминаю нашим зрителям, что вы можете делиться ссылкой на трансляцию, отправлять ее одноклассникам, друзьям, знакомым. В любом случае они смогут посмотреть наш эфир уже затем в записи. Ну и в любом случае прямые эфиры КФУ «Лайфа» проходят у нас практически ежедневно, но каждую неделю по минимум три. Вы можете видеть здесь в группе ВКонтакте Казанского федерального университета и на YouTube-канале «Универ ТВ». Так что обязательно посмотрите, послушайте. Я думаю, что на все вопросы ответы уже давно озвучены. Просто нужно повнимательнее прочитать или, может быть, опять же, послушать. Следующий вопрос связан немного про иностранных абитуриентов. Вопросы поступают, потому что приемная кампания иностранных абитуриентов еще продолжается. Вот как им для оформления приглашения подавать документы онлайн на сайте КФУ? Какие документы нужны для этого? Для оформления приглашения? Я понимаю, что это немножко уже следующий этап, конечно же, но вопросы до сих пор вот такие. Это тоже узкий момент, касающийся поступления и работы именно с определенной группой иностранных абитуриентов. Приглашение оформляется уже на обучение. То есть на прохождение процедуры внутренних вступительных испытаний такие абитуриенты не приглашаются. Мы предоставляем возможность сдавать внутренние вступительные испытания в онлайн-формате с применением прокторинга на наших ресурсах. Поэтому на этапе приема приглашение не оформляется. А вот за хорошие результаты по ЕГЭ, например, 100 баллов, какие, может быть, есть бонусы или стипендии в КФУ? Да, вы правильно отметили, уже не первый год действует стипендия ректора под названием 100-бальник. И ребята, которые будут зачислены в ВУЗ, независимо от того, в рамках какого конкурса, бюджет это, либо вне бюджет, и набравшие 100 баллов по единому государственному экзамену, получат разовую выплату в течение первого месяца обучения, то есть это сентябрь, в размере 80 тысяч рублей. 100 тысяч рублей получат те, кто был зачислен без вступительных испытаний. И также 80 тысяч рублей получат ребята, которые прошли по льготному треку, те, кто, результаты ЕГЭ, которые были приравнены к наивысшему баллу в рамках рекоты по участию, победительству и призерству в перечневой олимпиаде. Спасибо. Ну вот еще такой вопрос. В какие числа проходят вступительные испытания? На какие даты нужно ориентироваться? Основные даты внутренних вступительных испытаний, они начинаются после 15 июля. График внутренних вступительных испытаний уже размещен на сайте. Также, как я уже обозначил, то, что все внутренние вступительные испытания можно пройти в онлайн-формате. После подачи заявления и после того, как абитуриент подпишет свое заявление, в разделе внутренних вступительных испытаний у абитуриента появится та нагрузка и те экзамены с временем и датой, когда требуется либо подключиться к экзамену, либо прийти на него очно. За новостями и ходом приемной кампании в Казанском федеральном университете вы можете следить в нашей группе ВКонтакте, а также на ресурсах в Одноклассниках и Телеграм-канале Казанского федерального университета. Ну вот о контактах. Хотелось бы, может быть, есть у нас горячая линия, по которой можно связаться в случае возникновения вопросов, куда обращаться, куда писать, ну кроме, конечно же, социальных сетей. У нас на сегодняшний день действует горячая линия для граждан Российской Федерации и для иностранных граждан. Это бесплатная линия, это номер 8800. Наверное, сейчас я озвучивать его не буду, это тоже такое небольшое домашнее задание посетить наш сайт и увидеть этот номер на главной странице. Можно в любой момент обратиться, это многоканальный телефон, оператор с удовольствием постарается ответить на ваш вопрос, постарается ответить по каким-то сложностям и по этапам заполнения анкеты, либо какие-то технические проблемы могут возникнуть. То есть, если у вас возникают вопросы по нормативу, либо по документам, либо по процессам, не стесняясь в любой момент можно позвонить на горячую линию, задать этот вопрос, всегда будем рады на него ответить и ни в коем случае не откажем. Еще один очень популярный вопрос, он на протяжении последних нескольких месяцев звучит все чаще и чаще. Как обстоят дела с общежитиями? В этом году Казанский федеральный университет постарается обеспечить жилым фондам поступающих на первый курс. Но заселение в общежитии будет происходить на конкурсной основе. Также в рамках личного кабинета, при отметке, что вы нуждаетесь в общежитии, вы должны будете подписать заявление в рамках этого кабинета. И также вы сможете увидеть тот пакет документов, который даст вам преимущество при заселении. Но это не говорит о том, что это какой-то закон о ограничении в рамках КФУ. Это в целом федеральный закон о предоставлении, в первую очередь, мест для льготной группы поступающих, ну и затем по убывающей. Весь регламент, вернее, все документы, касающиеся регламента, и виды документов, они размещены, вот как раз и помещены в раздел, касающийся заселения, где вы заявляете о том, что вы планируете проживать в общежитии КФУ, и дальше система вас также мягко проведет по этим этапам, по подаче этих документов. То есть даже этот процесс у нас уже регламентирован федеральным законодательством, здесь все прозрачно, и критерии во всех университетах одни и те же. Еще вопрос тоже интересный, меня тоже в свое время волновало, когда я поступал, а вот при поступлении, например, на небюджетной основе, можно ли затем по итогам первого курса или, может быть, второго перевестись на бюджет? Ну, здесь механизм перевода, он тоже кристалленно прозрачен, абитуриент может подать заявление, вернее, не абитуриент, я все, абитуриент, уже студент может подать заявление о переводе на бюджетные места, и при наличии вакантных мест, и при прохождении конкурса, то есть конкурсного отбора, такой перевод возможен. То есть возможность есть всегда. Мы ее не отменяем. Мы об этом уже говорили, но сейчас, может быть, кто-то попозже подключился. Как происходит оплата за обучение, за семестр или сразу за год? Оплата происходит за год, но если возникают какие-то сложности с оплатой, это все частный случай. И некоторые институты идут навстречу и дают право по оплате в 50% объеме, но при наличии заявления и действительно каких-то обоснований, которые привели к этому. Система здесь может быть гибкой в индивидуальном случае. Да, 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 все верно. Система гибкая, подход к каждому индивидуальным. Все понятно. Ну и сейчас у нас уже поток вопросов так потихонечку снижается. Значит, вопросов все меньше. Может быть, наконец-то дошли до страниц сайта и внимательно с ним сейчас знакомиться. Там действительно есть ответы практически на все вопросы. Если на них не можете найти, то, пожалуйста, можете прийти сюда, в Казанский федеральный университет, ну, либо позвонить по телефону горячей линии, который также отображен на сайте. Ну и также мы продублируем сегодня или завтра в наших социальных сетях перечень телефонов, номеров телефонов, по которым можно звонить. Ну и подытоживая нашу сегодняшнюю встречу, все-таки что обязательно должен учесть абитурент при поступлении? Ну, понятно, там список документов четкий. Чем лучше пользоваться? Каким сервисом? Или принести лично? Зачем смотреть внимательнее? На что опираться? Ну, здесь все очень индивидуально. Кому-то важно, очень важно живое общение. Кто-то, наоборот, может разобраться и подать документы на ходу от остановки до остановки, достав свой телефон, потратив 15 минут, и кому-то комфортно это сделать так. Ну, основной, наверное, совет, который хотелось бы дать абитурентам, поступающим в этом году, это первое, для начала прочитать информацию о правилах приема. Она сразу решит много вопросов и отметет сразу же много сомнений, которые, возможно, присутствовали у вас. Второе, это четко определиться с выбором направлений. Разрозненность и поступить, лишь бы поступить, наверное, уже неправильно. То есть государство выделяет достаточное количество мест по бюджетным направлениям для того, чтобы каждый смог выбрать то направление и ту специальность, которая по душе и которая принесет в дальнейшем эффективное и продуктивное развитие вот именно профессиональной черты и характера, и самой личности в дальнейшем становлении. Относиться к высшему образованию как к фундаменту. Сейчас есть такое мнение среди молодежи, то, что, наверное, высшее образование не всем нужно. Я так не считаю. Я считаю, что высшее образование – это безусловный фундамент. И из чего будут состоять кирпичики этого фундамента? Наверное, нужно выбрать самому абитуриенту. Кому-то близки творческие архитектурные направления, кому-то близка биология, кому-то химия, кому-то математика. Поэтому нужно сесть, заглянуть в себя и понять, куда же все-таки хочется поступить больше. И держаться этого пути, не сбиваясь с него. Это принесет гораздо больше плодов и результатов, чем вот эти метания по подаче согласия в этот институт, в этот институт, в это направление. Нужно все-таки иметь стержень и определение внутри. Ну и такой совет, наверное, который я часто говорю, наверное, часто от меня его слышат, это подойти к поступлению с холодным сердцем и горячей головой. Ну или наоборот, то есть кому как удобно. Главное поступить и главное в Казанский федеральный университет. По крайней мере, мы уж точно будем рады здесь вас видеть. Я напоминаю, что подобные прямые эфиры также с представителями институтов КФУ проходят практически ежедневно в будни. Вот, например, в июне также, 24 числа, у нас здесь будут в этой студии представители Института социально-философских наук и массовых коммуникаций. Затем у нас будут представители Института вычислительной математики и информационных технологий. Дальнейший график на июль мы также разместим на наших социальных сетях. Ну на этом, я думаю, мы завершим наш сегодняшний прямой эфир. Хотелось бы вас поблагодарить, Александр Анатольевич, и еще с вами встретимся и также проведем прямой эфир еще в июле, также, возможно, через месяц уже сможем какие-то предварительные итоги и прогнозы сделать. Спасибо. Все, спасибо. Спасибо.